Этот график полностью подтверждает то, о чем я говорил во многих моих видео и к концу видео. Вы будете полностью поражены тем, что собирается сделать биткоин, но сначала мы поговорим о цене биткоина. Что именно происходит? Если честно, цена не особо много что делает, но я все еще думаю, что это затишье перед бурей. Это момент, чтобы действительно следить. В 2019 я говорил, что деньги зарабатывают в медвежьих рынках и теряют в бычьях. И это на самом деле все еще правда, по моему мнению. Многие думают, что в бычьих рынках вы зарабатываете деньги. И это на самом деле довольно неверно. Как я в целом заработал большую часть своих денег в биткоине, это покупая в медвежьей рынке. И многие забывают это. В медвежьем рынке люди склонны плакать, жаловаться, делать что-то другое, выходить на улицу, прикасаться к траве. Неважно. И это неверно. Что вам нужно делать? Это покупать биткоин в бычьем рынке. И если честно, это произойдет в любом случае. Не финансовый совет, но в целом у нас всегда будет значительная ценность на биткоине. Бычьи рынки не особо важны. Что важно, это найти, где дно. Как вы знаете, я предсказал точное дно вот здесь, в самом конце медвежьего рынка биткоина. И вы можете зайти на мой твиттер и увидеть это доказательство. Это причина, по которой вам стоит подписаться на мой канал. Потому что, как вы знаете, в этом твите я точно предсказал, где будет дно. Я купил биткоин и также вошел в большую лонг-позицию. И она, конечно же, принесла невероятную прибыль. Причина, по которой я вам рассказываю это. Мы не пойдем на 17 тысяч опять. Но мы сейчас торгуемся очень близко к 60 тысячам. Это около all-time high. Это все еще очень высокая цена. Но я лично верю, что биткоин, скорее всего, пойдет на 150 тысяч долларов. Что все еще означает, что вы можете потенциально увидеть, как биткоин удвоится, или даже больше, чем удвоится, в цене от той цены, где мы сейчас. И это произойдет в течение нескольких месяцев, скажем полугода. Вы можете сейчас спать, думать, что цена биткоин очень скучная, просто идет боком. И вы хотите, чтобы цена начала расти. Но вы также должны следить и понимать, что это, вероятно, последний момент купить биткоин относительно дешево. Перед тем, как начнется бычий рынок. Так что, да, когда начнет расти цена биткоина? Я во многих своих видео говорил, что попросту с халвинга в апреле этого года я говорил вам, что мы будем идти боком, вероятно, до октября-ноября. И это было правдой. Довольно точно вы видите, что цена биткоина шла боком. Первоначально я сказал, что я думаю, что биткоин не пойдет сильно ниже этой линии. У нас был этот быстрый фитиль вниз, но вы видите, что большая часть свечей все еще закрылись над линией. И мы все еще идем боком, между этой верхней линией и нижней. Мы все еще можем подняться наверх, спуститься вниз и потом получить бычий рынок. Это не особо важно. Просто понимайте, что в целом после халвинга нужно 6-7-8 месяцев перед тем, как начнется настоящий бычий забег. Мы очень близки к этому моменту. И как только это произойдет, ребята, будет слишком поздно покупать биткоин. И будет невероятно, если вы купили биткоин очень дешево, как я купил его на дне медвежьего рынка. Вот здесь на 17 тысячах долларов. Но если вы покупаете биткоин сейчас, это все еще нормально. Но многие в комментариях спрашивают меня, Томас, ты должен сказать точно, куда пойдет биткоин. Точно должен предсказать, где он будет на следующей неделе. Но это не то, зачем я здесь. У меня нету хрустального шара. Я в целом не знаю точно, что произойдет через неделю. Но в целом, когда мы смотрим на эти циклы, это ясно, что где-то в следующие пару месяцев будет большое движение в цене биткоина. И скорее всего наверх. И скорее всего не будет больше шанса. По крайней мере, в ближайший год купить биткоин на более низкой цене. Это мое предсказание по цене биткоина. Мы просто идем боком, но помните, что мое предсказание, которое было у меня с халвинга, боковик, все еще правда. И мы подходим к концу этого предсказания. Так что подержитесь немного, немного боковика. Мы все еще можем спуститься обратно даже на 50 тысяч или что-то подобное. Быстрое странное движение, чтобы выбить лонгину. В итоге, ребята, как только начнется осень и закончится лето, будьте готовы. Эта штука улетит на 150 тысяч гораздо быстрее, чем мы ожидаем. И это довольно интересно. Похоже, что экономика США близка к рецессии. Мне кажется, больше 60% людей из США думают, что экономика США уже в рецессии. Но технически она не в рецессии. Они тут говорят, что статистика по трудоустройству потенциально полетит вниз на 1 миллион. Теперь вы, конечно же, можете спросить, как это может быть бычье для биткоина. Рецессия в США будет означать, что биткоин обвалится, но на самом деле это очень позитивно для биткоина. Потому что если есть рецессия, это означает, что один из мандатов Федрезерва окажется в беде. Как вы знаете, у Федрезерва два мандата. Один, держать инфляцию под двумя или на двух процентах. И также удерживать рынок труда на высоте. Безработица очень негативна и плоха для Федрезерва, что означает, что если рабочие места упадут вниз, тогда Федрезерву потенциально придется печатать ликвидность в рынок. И как вы знаете, это будет невероятно бычье для биткоина. Особенно если инфляция все еще будет высока. Еще раз, у Федрезерва два мандата, что означает, что если инфляция все еще высока и она все еще выше уровня, по данным CPI, реалистичная инфляция, конечно же, выходит из-под контроля. И жизнь во многих странах по миру в целом недоступна. Но просто исходя из того, что говорит Федрезерв, инфляция близка к двум процентам все еще выше них. Но если рабочие места будут падать, то ожидайте, что Федрезерв начнет вкидывать ликвидность в рынок. И еще кое-что о чем мы должны подумать. Если США окажется в рецессии до выборов, это увеличит шансы того, что будет выбран Трамп. Потому что если Байден и Хэррис обрушат экономику, люди могут сказать, послушайте, я лучше пойду с Трампом, потому что Байден и Хэррис не работают. И как это хорошо для биткоина, конечно же, Трамп про биткоин. И я ожидаю, что если Трампа выберут, это даст толчок рынку биткоина. Если выберут Трампа в ноябре, где, как я ожидаю, мы вероятно увидим начало параболического движения наверх. Это добавит дополнительного ускорения в ракету. Представьте, что у вас невероятная ракета, которую вы запускаете в небо, и вы добавляете трамповых ускорителей. Вот как я визуализирую то, что сделает цена биткоина. И это заставит цену биткоина вырасти очень быстро. Так быстро, что вы, вероятно, проснетесь утром, и цена будет на 10-20% выше. Но это будет работать только если Трампа выберут. Так что чем хуже состояние экономики до выборов, тем больше шанс того, что люди скажут, что они пойдут с Трампом. Еще один интересный твит, о котором я хочу поговорить, о том, что много биткоина находится в владении компанией. И вам нужно понять, что биткоин, конечно же, децентрализованный. Но на самом деле большая часть биткоина находится у централизованных сущностей. Байнос на самом деле не китайский, вроде как. Но очень интересно понимать, что биткоин, конечно же, децентрализованный. И если вы держите свой биткоин в децентрализованном кошельке это хорошо но нужно понимать что правительство может забрать все эти биткоины и мне кажется это кое-что сторону чего нужно аккуратно работать как bitcoin комьюнити нужно чтобы люди выводили свои деньги с этих бирж у нас конечно же есть и те в blackrock который очень позитивен для биткоина но как вы знаете все эти биткоины хранятся на централизованном кошельке coinbase у них есть централизованный кошелек где эти и тф и хранят свои монеты и coinbase защищает их и мне кажется это довольно большая проблема о которой не так много людей говорит иногда я говорю о плохих вещах о биткоине мы не должны просто думать что биткоин улетит на 200 тысяч и мы все будем богаты одна из больших проблем с биткоином в том что все эти централизованные биржи держат большую часть биткоина хорошая вещь тем не менее в том что скажем правительство заберет все эти биткоины и у них будет возможность поменять правила системы bitcoin теперь доказательство доля владения как с эфиром это большая проблема если заберут весь эфир с этих бирж потенциально они могут поменять правила эфиром а непосредственно сети но с биткоином это не особо важно монет все равно будет 21 миллион все равно будет та же награда за блок все будет тем же самым но это кое-что о чем стоит слегка беспокоиться что вся эта аккумуляция все эти биткоины они все удержаны централизованными сущностями но о чем еще интересно поговорить это если биткоин станет резервной валютой будущего посмотрите на все эти биткоины которые удерживаются сущностями из сша что означает что если биткоин станет новым долларом новой резервной валютой мира правительство сша целом население страны и вся страна в целом будет держать большую часть биткоина это кое-что интересное о чем стоит подумать но это кое-что негативное я думаю что многие люди не любят говорить негативные вещи о биткоине но я хочу конечно же быть реалистичным и показать что есть негативные вещи о биткоине это то что я увидел и хотел об этом поговорить теперь поговорим об этом графике который был в интро который снесет вам крышу это индекс доллара я не говорил об этом графике уже много лет в 2019 я был большим фанатом этого графика в девятнадцатом двадцатом он довольно точно предсказал огромное ралли на биткоине который поднялся с 8000 долларов до семидесяти тысяч что происходит это когда индекс доллара корректируется вниз биткоин двигается наверх дайте показать вам dxy я вот здесь открою dxy и вы можете видеть справа это индекс доллара и слева цена биткоина и в 2020 мы увидели огромную коррекцию на dxy как только это произошло я кричал всем кто подписался тогда вы наверное помните я кричал что у нас будет огромный бычий забег биткоина и мы увидели как биткоин поднялся с 9000 почти до 65 тысяч долларов всего за пару месяцев вы можете видеть что это красиво происходит и огромное ралли здесь на биткоине вы можете видеть что как только dxy начинает разворачиваться вы видите что биткоин идет боком но в итоге у нас медвежий рынок и потом мы нашли дно очень близко к тому месту где у dxy была вершина так что это инверсивно коррелируется если dxy растет биткоин падает dxy падает bitcoin растет очень интересно также в 2017 мы увидели то же самое в семнадцатом у нас был огромный бычий забег мы поднялись с 1000 долларов до 20 и вот здесь вы видите то же самое спуск здесь подъем здесь на биткоине так что опять же очень красиво коррелируется что довольно хорошо это то что все эти дампы dxy они происходят после холдинга это было прекрасно для биткоина холдинг dxy падает все эти вещи вместе абсолютно прекрасная среда для биткоина теперь что мы наблюдаем это то что dxy все еще на высоком уровне и мы наблюдаем как он медленно двигается на минимум и у нас только что был холдинг так что dxy который падает у нас был холдинг как мы видели в двадцатом семнадцатом это идеальный шторм для биткоина как я говорил ранее в начале видео по цене биткоина не засыпайте не думайте что это конец мира просто потому что биткоин идет боком следите за этим это момент за которым надо следить я думаю что это улетит наверх следующие пару месяцев и я думаю что по крайней мере у нас будет 150 тысяч долларов и если выберут трампа мы можем улететь даже гораздо выше следите за ценой биткоина это один из последних моментов потенциально купить биткоин перед последним взлетом и абсолютно точно не теряйте биткоин из виду не засыпайте не выключать это видео думаю что биткоин в порядке у меня достаточно биткоина следите более внимательно это вероятно последние моменты и произойдет это очень скоро на этом все спасибо подпишитесь и увидимся пока